Сергей Васильевич Лиховский Слава Господу, я себя очень много узнал. Все в Божьих руках, конечно. Спасибо, дорогой мой пастырь, сапастырь, служитель Божий. Друзья мои, раб Божий, садитесь, друзья мои, пожалуйста. Я пытаюсь положить вот Жене на часы. Что после того, как был скандал с часами одного известного человека, я свои снял. Потому что, когда поднимаешь руку, все смотрят, что там у тебя на будильнике. Но важно знать времена и сроки. Естественно, Бог, есть Бог могущества, величия. А мы Его дети. Вот не погаснет. Тогда возьми свои часики. Вот спасибо. Всему свое время, вы знаете, да? Время с всякой птиц под солнцем. И времени тоже. На днях буквально президент Российской Федерации огласил в Кремле послание Федеральному собранию Российской Федерации. Вот я как раб Божий, так случилось, там присутствовал, как член Совета Президентского и глава конфессии. Да, и мы все рабы Божьи слушали тоже. Президент сказал очень много, практически полтора часа он говорил. Он говорил о многом экономика, образование, культура, социальная жизнь, демографии, многодетства и многое что другое. Что важно, что принципиально мы верим, что наша страна шаг за шагом, постепенно, много говорила о коррупции, которая разъедает наше общество. Мы прекрасно понимаем, что коррупция это плохо. Борьба с коррупцией, если не приносит результатов, еще хуже. То есть мы прекрасно понимаем, что есть некая стратегия в нашей стране, которая, надеюсь, поможет нашему народу жить лучше, в благосостоянии, в здравствовании, в благополучии. И учитывая, что наша страна по природным ресурсам самая богатая в мире, я подчеркиваю, самая богатая в мире, верю. И слушая слова президента, уверен, что мы должны жить более достойно, чем мы живем сейчас. Это очень важно, чтобы мы это понимали. Более достойно, чем мы живем сейчас. Я верю, что постепенно... Знаете, мне очень понравилось, как президент закончил свое послание. Он говорит, что на протяжении многих десятилетий или столетий мы, люди, живущие в России в советское время, в постсоветское, в досоветское, говорили о том, что наши дети и внуки должны жить лучше нас. И мы сегодня как бы готовим некую платформу для этой жизни, некий ресурс. И президент впервые сказал, а почему мы-то не можем жить сейчас, как мы так же хорошо, как мы желаем нашим внукам. Я уверен, что это очень хороший посыл. Собственно говоря, об этом мы всегда проповедуем. Мы говорим, что мы должны жить сейчас с Богом хорошо. И знаете, потому что написано в Евангелии, в послании апостола Иоанна, сказано в третьем послании, в первой главе, в единственной главе этого послания, «Хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал, возлюбленный, как преуспевает душа твоя». Вот это здравствование и преуспевание нашего народа очень важно. И в середине своего выступления президент сказал важное слово. Он сказал о духовных скрепах, которыми скрепляется наш народ вместе друг с другом и с Богом. Он не назвал слово «церковь» в этом своем послании. Он не назвал слово «религия» в этом послании. Он говорил о неких духовных скрепах, которые должны скрепить о милосердии, о сострадании. Это очень важно. О любви. Я думаю, что мы с вами знаем, что такое духовные скрепы. Мы скреплены Господом вот этими духовными скрепами. И нас невозможно исторгнуть от нашего общения с Богом и друг с другом. Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу за нашего Бога. Я знаю, что все Писание Бога вдохновенно, оно очень полезно для размышления, рассуждения, прочтения и исполнения на всякий случай. Потому что блажен не тот, кто слушает, а блажен, кто слушая и исполняет. Вот в этом сущность христианства нашего подвязания в Боге. Потому что мы не просто слушатели, обманывающие сами себя, послушал, подошел к зеркалу, посмотрел, отошел, забыл. А мы с вами исполнители Слова Божьего. И могу сказать одно очень важное, что мы в ожидании рождественских торжеств, ну и немножко новогодних, мы ожидаем еще раз празднования Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Это понятно. И когда мы это в ожидании ожидаем, и когда готовимся к празднованию, мы прекрасно понимаем, что Он сделал для нас в нашей жизни. Конечно, для каждого из нас очень важен наш день рождения. И мы ждем этого дня, мы ждем внимания, мы ждем подарков, мы ждем очень много чего ждем. И, конечно, Иисус, ну, Он не ждет банальных подарков от нас, потому что Ему принадлежит весь мир. Он ждет нашего внимания. Вы знаете, вот как написано, есть такое место, Священное Писание, оно очень мне нравится. Это знаменитый такой есть 21-й Псалом Давида, когда Давид, воспевая Господу в печали и в боли. Вы знаете, у всех есть разные времена в жизни. Есть, когда ты на крыльях веры, когда ты устремляешься вперед, когда ты динамично развиваешься, когда у тебя успех. И там, и там, и там. И в семейной жизни, и в карьере, и в твоем личном общении с Богом. А бывает, когда ты Бога не слышишь, тебе кажется, Он тебя не слышит. Бывают моменты уныния, печали, боли, страдания, депрессии немножко. Но вы знаете, что пишет Давид в этом Псаломе? Я прочту только один стих. Когда его постигло что-то подобное, потому что в 22-м Псалме он уже пишет о другом, что ты водишь меня к злачным пажатям, ты успокаиваешь душу мою. В 21-м он пишет, смотрите, стих 4-й. Но ты, Боже, вот несмотря ни на что. Почитайте просто дома. Псалом излияния боли. Вот несмотря ни на что. Ни на боль, ни на скорбь, вот ни на что. Это 21-й Псалом, Псалтырь, стих 4-й. Но ты, святый, святый здесь написано, или святой по-сопременному, живешь среди словословия Израиля. Вот это наш ответ Чимберлену, понимаете, да? Ты живешь в словословии народа Божьего. Вот когда тебе больно, очень больно, тяжело, очень тяжело, ты понимаешь, чтобы прорваться среди, вот через вот эту тяжесть, через боли скорбь, ты начинаешь славить Бога. Ты понимаешь, что это единственный возможный шаг, чтобы вознестись вот над всей ситуацией, чтобы насытить свою душу бессмертную близостью Бога, чтобы подняться над обстоятельствами и победить, прежде всего, себя. Если ты побеждаешь себя, ты побеждаешь любые обстоятельства. Вы знаете, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом Давида. Давид вообще умел писать Псалмы. Очень глубоко, как будто знал нас, людей 21-го века. На самом деле изменилось многое. Технология, появились гаджеты, интернет, техника. Но душа человеческая, она осталась той же. Она точно так же переживает, точно так же болит, точно так же мучается, страдает, и точно так же возвышается, и точно так же восхищается Богом. Ничего с нашей душой не поменялось. Независимо от техники, от возможностей, независимо ни от чего. Вы знаете, вот что здесь написано. Но прежде, чем я прочитаю, что здесь написано, я хочу расспросить, кто знает историю? Я однажды услышал ее у одного известного проповедника. Не нашего, православного, американского. Американского православного проповедника, который крещен Святым Духом, который архиепископ, который очень харизматичен. Есть такой один человек интересный. Он в одной проповеди спросил зал. И зал ответил гробовым молчанием. Я надеюсь, вы молчанием не ответите. Он спросил, кто знает эту старую добрую историю о любимом гусе-бабушке. Есть бабушка некая, у нее есть любимый гусь. Вот гусь и бабушка. Кто знает эту историю про гуся-бабушку? Ну, тем не менее, я ее хочу рассказать. У бабушки был любимый гусь. Естественно, бабушка жила в деревне, вы понимаете. Хотя в городских квартирах многие держат гусей. И бабушка очень любила этого гуся. И была внучка и внук. Внучка старше, внучок помоложе. И старшая внучка говорила своему младшему брату, «Слушай, а вот слабо тебе взять камень и бросить в любимого бабушкиного гуся». Брат говорил, «Да ты что, сестра? Это же бабушкин любимый гусь». И она его донимала, донимала, сестра брата. Знаете, я просто вспоминаю историю Евы и змея, который говорил Еве, «А слабо ли тебе испытать верность слов Божьих? Испытать, что не ешь от этого древа познание добра и зла? А вот будь в послушании. Это Бог вам сказал, что вы умрете. Но знает Бог, что вы не умрете. Что вы станете, как боги, знающие добро и зло». И вот змей докучал, докучал, докучал Еву. И Ева вкусила. И потом дала есть Адаму, написанную. Он тоже ел. Потом Бог стал их искать. Ну, вы знаете, эту историю грехопадения человечества. И вот здесь точно такая же история. И она его тогда докучала, что вот «А вот слабо ли тебе бросить камнем?» Что мальчик сказал «Не слабо». Берет камень, бросает в гуся, и гусь умирает. Они его прячут там во дворе вместе с сестрой. И на следующий день сестра говорит «Братик, помог ты вместо меня посуду?» Он говорит «Да ты что? Сестра, твоя задача». «Нет, иначе бабушке расскажу про любимого убитого гуся». В общем, он сделал. На следующий день он говорит «Братик, убери-ка, пожалуйста, в доме все помой, почисть». Он говорит «Нет, расскажу про гуся». И брат начинает все это делать, чтобы сестра не рассказала. На третий день сестра говорит «Братик, послушай, а погладь-ка все белье в доме, что мама постирала». Он говорит «Только сказал «Нет», а она говорит «Расскажу бабушке». Ему это так надоело за несколько дней, что он пошел к бабушке. И сказал «Бабушка, милая, прости меня, я убил твоего гуся». Поверь, бабушка, это было случайно, это непреднамеренно. Меня сестра так достала, что я убил, я каюсь, прости меня, бабушка. Видимо, его сестра настолько уже докучала работой вместо себя, что он уже решился на покаяние. Бабушка говорит «Знаешь, внучек, когда ты взял камень во дворе, замахнулся, бросал в моего гуся, я это видела. Я видела, как ты его убил. Но я ждала, я ждала каждый день, что ты придешь ко мне и сам скажешь, что ты сделал этот проступок. Я ждала этого. Я видел, как твоя сестра старшая измывается над тобой, используя твой проступок, твой грех, твое беззаконие. Я ждала, и вот ты пришел. Я прощаю тебя. Этот гусь не стоит тебя. Ты дороже всех гусей, которые есть в мире. Вы знаете, это очень хорошая история на самом деле, хотя гусь мертвый. Ну, иногда есть неплохо кушать гусей тоже, между прочим, мясо вкусное. Я вам скажу об одном, что часто дьявол нас ловит на том, я подчеркну, на том, что, казалось бы, ну, яйца-то выгиданного не стоит. И он начинает измываться, издеваться над нами, понимая, что мы боимся бабушку, боимся ее гнева, боимся, что бабушка несправедлива будет к нам и накажет нас. Вы знаете, вот есть духовные скрепы, которым скреплен наш народ, церковь. Независимо от названия, какое исповедание, какая обрядность, если церковь исповедует Иисуса Христа своим Господом, это скрепа общества. Это то, что скрепляет нас всех еще и защищает от полного растления и развращения. Я очень радуюсь, что у бабушки оказалось не только грозный взгляд, а мягкое, любящее христианское сердце. Как нам не хватает сегодня вот таких бабушек, которые будут противостоять всему обману сатаны, людей, которые обмануты дьяволом и ввергнуты во многие вещи, и не спешат идти к Отцу, к Иисусу Христу, чтобы сказать, прости меня. А Он скажет, когда ты первый раз взял камень, я уже видел. Когда ты бросал его, я видел. Когда у тебя возникло желание, я тоже видел. И я пытался как-то говорить с тобой через стекло, ты меня не видел, но я тебя видел. И я рад, что ты, наконец, пришел. Друзья мои, я радуюсь, что все мы сегодня у Господа. Все мы вместе. Те, кто ищет Бога, те, кто обрел Бога давно, мы вместе. Мы единая церковь Иисуса Христа. Я радуюсь, что Он нас не отверг, не прогнал за гуся. А гусей мы много положили в жизни. В прямом и переносном смысле. И сколько мы сделали тех вещей, за которыми нам немножко сегодня бывает стыдно, правда? Но, послушайте внимательно, это было все в прошлом. Я не могу изменить прошлое. Я не хочу вернуть прошлое. Иисус сказал, все творю все новое. Иисус хочет, чтобы мы жили в настоящем присутствии Бога в своей жизни, сверяя свои часы, дни, недели, месяцы и годы с Богом, с Его календарем. Он хочет, чтобы мы поверили, что у нас есть настоящее и будущее. И каким бы прошлое ни было, оно не может давлеть над нами. Послушайте, друзья мои, у меня есть такая одна проповедь, называется «Мертвые мухи». Мертвые мухи прошлого. Есть такое место, Священное Писание, Екклезиаст, 10 глава, 1-2 стих. Мы обычно читаем половину стиха и говорим, о, какая мудрость, какое великое откровение получила от Господа. Мы не всегда дочитаем до конца. А вот что здесь написано, здесь написано «Мертвые мухи, которые прилетают к нам из прошлого, падают и портят благовонную масть мироварника». То есть мертвичина приходит из прошлого. Мертвичина прилетает и падает. Послушайте, мы, что такое мироварник, благовоние, это вот наша жертва Господу, то, что мы Ему отдаем от всего нашего сердца. И туда хлоп, мертвая муха, закрой плотно крышку своего мироварника. Не позволяй, чтобы эти мертвые мухи падали. Ну, послушайте, здесь кое-что написано еще, прямо в этом же стихе. Здесь сказано «То же самое делает небольшая глупость». Знаете, драгоценный мир, оно всегда ценилось, особенно на Востоке. Молодые девушки, девочки копили это все, что потом в день венчания, в день вступления, в брак, они брали, помните, как эта женщина взяла драгоценные мира, вот это вот то, о чем здесь написано, и вытирала ноги Иисуса Христа, омывала, помните, да? Она помазала его, приготовила его к тем страданиям, которые потом будут на кресте Голговском. А это стоило, и помните, один из апостолов, не очень хороший апостол, говорит, «Продать бы это все задорого, это же такие деньги, и бедным раздать». Понятно, Иисус сказал «Бедных всегда имеете, меня не всегда». Вы знаете, на самом деле, очень легко вот это испортить, то драгоценное общение наше с Богом. Когда тебе кто-то говорит, «А что ты так тратишь-то сильно на Бога-то? Оно тебе надо? Да лучше он послужит тысячам бедных». Но Бог, я сейчас не сравниваю Бога с бедными, я сейчас не сравниваю кого больше и где больше. Я говорю о том, что Бог, мы, вот знаете, вот бедных мы имеем всегда. Вот вышел на улицу, бедный, спустился в метро, бедный, на переходе бедный, все просят. Ну там разные бедные, бедные богатые, бедные бедные, там всякие бедные, вот. И все что-то просят, да. А вот Христос никогда у тебя ничего не просит. И Он не стоит с протянутой рукой. Он ждет, когда я, вот как здесь написано, мы читали в 21-м псалме, что Он живет в словословии. Неважно, что у тебя в жизни, неважно, какие-то кошки скребут, неважно, что ты испытываешь. У тебя в полет или у тебя ползешь еле-еле по жизни карабкаясь. Вот неважно, начинаешь славить, и ты входишь в близкое общение с Ним. Начинаешь славить, и в словословии народа Божьего Он живет. Вы знаете, здесь продолжение этого стиха. То же самое, как и муха мертвая, делает небольшая глупость уважаемого человека и его, его, с его мудростью и честью. Небольшая глупость. Мы все уважаемые человеки, правда, да. Все говорят, я христианин. Я себя уважаю. У нас же в России какая-то традиция. Ты меня уважаешь? Ну, на трезвую голову, конечно, не спрашивают. В основном, когда это трое, через небольшое возлияние, говорят, ну, ты меня уважаешь? Уважаю. А вот Писание говорит, что то же самое, вот это вот мертвичина, вот это запах прошлого, вот это груз прошлого, вот это, когда ты позволяешь открыть свое сердце, когда твой мироварник открыт, а хлоп, это мертвая муха. То же самое делает небольшая глупость. Там не написано большая глупость. Там написано небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. У нас у всех есть честь, у нас есть у всех мудрость, потому что наш Господь премудрый. Есть целая в притчах восьмая знаменитая глава, где написано премудрость, Бог уже все творил, помните, да, и мы там с Ним были тоже, между прочим, мы в нем были. Друзья мои, я очень хочу, чтобы Бог сохранил нас даже от небольшой глупости. Вот нам не нужна большая глупость, которая там, не знаю, что может, а вот небольшая, то есть мы должны по максимуму, вот по максимуму. Вы знаете, современное христианство, оно должно быть максималистами, по большому счету, хорошими максималистами. Вот всем можно, а тебе нельзя. Все будут плакать, ты не будешь, все пойдут направо, а ты пойдешь. Нет, все налево, ты направо. Не ходи никуда налево, брата, сестра, не надо. Вот, а потому что дальше следующий стих написан, там же второй стих, десятый главы Экклезиаста, сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую сторону, там все написано. Не ходи никуда налево, ходи сюда направо. Будь там, где правый сердцем, будь там, где праведность, будь там, слава нашему Господу. 138-й псалом Давида. Это хороший псалом, здесь написано, Господь, ты меня испытал, ты все знаешь, когда я ложусь, стою. Ну, это один из моих любимых псалмов, вообще все писание Бога вдовременно, любимо, но это тоже им вот в определенный момент, он говорит, ты меня оберегаешь, нет слов на языке, я тоже все знаешь. Куда пойду от Духа твоего, от лица твоего, куда убегу, зайду ли на небо, ты там, преисподню, ты там, возьму ли крест. В общем, везде. Кто скажет аминь на это? Вот везде, Господь, везде. А вот теперь слушайте, сейчас у кого-то будет откровение. В этом псалме 138-м. Я буду читать два стиха, 15-й и 16-й. 15-й. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я был созидаем в тайне, образуем был в глубине утробы. Он говорит, от тебя вообще ничего не сокрыто. Мы же не сумасшедшие, чтобы думать, что от Бога что-нибудь сокрыто. Можно изменить свою биографию о прошлом, можно потереть какие-то даты, можно что-то себе подписать, написать фамилию, можно все что угодно, имя, отчество, папу, маму, все поменять. А Бог говорит, ничего не сокрыто. Слушайте, я служу Богу, у Которого ничто не сокрыто, и пред лицом Которого пишется памятная книга. Кто об этом знает? Пишется, пишется и пишется. Слава тебе, Господи! Вы знаете, друзья мои, мы не живем в прошлом, мы живем в настоящем будущем. Вот думайте об этом сейчас. А дальше написано, зародыш мой видели учи твои. И дальше сказано, когда я был созидан... Нет, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это очень сильно сказано. Знаете, почему сильно? Потому что есть сразу два чувства вот внутри меня. Первое чувство. Господи, если там уже все написано, когда еще ничего не было, что я чусь-то? Что я пытаюсь из себя что-то показывать? Ты уже там все написал. Тысячи лет назад. Бог — это фатализм. Я иду по течению. Ты написал, я иду. Хочу не вляпаться. Ты написал, вляпайся, я вляпался. Ты написал, поднимайся, я поднимаюсь. Опускаюсь, я опускаюсь. Направо. Ты написал, я направо. Налево, я налево. Нет, друзья мои. Я не верю в учение о предопределении. Предопределение. Потому что в Евангелии, в послании от Кремленам написано в восьмой главе очень сильные слова, собственно говоря. Там уникальному образом написано, кого ты предузнал. Предузнал — это не предопределил. Вначале сначала предузнал, потом предопределил, потом поставил и избрал. Послушайте, здесь написано, Бог знает конец всему. Здесь написано, это возбуждает мое сердце еще более ревностно служить Ему. Я понимаю, что в этом месте написано не фатализм, а написано возможность, моя возможность истово служить Ему. Истово. Потому что написано, я пишу сам эти дни свои в Его книге. Послушайте, я пишу эти дни. Вот что здесь написано. Вот что здесь написано. Поэтому не лежи на печи, как многие лежат на печи. Я лежу на печи, как Иванушка-дурачок. Потому что все уже, Бог уже все. Абсолютный фатализм. Пойду направо, там лево. Пойду налево, там право. Бог. Нет, Бог говорит. Послушайте, это место уникальное, это место сильное. Он говорит о том, что ты сам творишь то, что Бог вложил в тебя, в тебя в момент твоего созидания, в момент, когда произошло соединение, когда твой зародыш начал движение. Он в тебя вложил. Уникальный ресурс. Ты можешь пойти по Его пути, ты можешь пойти по своем пути, ты можешь пойти направо, налево, но если направо, ты с Богом, налево ты не с Богом. Все. Послушайте, это очень важно, мы должны понимать. Это место уникальное. Мы в праве. Послушайте, Бог говорит, я знаю твой путь, ты говоришь, все, я тогда сдаюсь, нет, не сдаюсь, иди, ты не можешь сдаваться, иди, ты формируешь, ты формируешь, ты формируешь, послушайте, там написано о тех, кто сдавался, и о тех, кто не сдавался, там написано о тех, кто отступал назад, когда ты отступал назад, там тоже записано, там и написано, когда ты прорвался и шел вперед, из славы в славу, из веры в веру, в меру достижения полного возраста, опознание Господа нашего Иисуса Христа. Слушай, никогда не опускай руки. Никогда не опускай руки. Однажды дьявол тебя припечатал. Вместе на проповедь, опечать их. Кое-что скажу из этого. Откройте, пожалуйста, «Бытие». Есть такая книжка, «Бытие» называется. Ну, то есть, самое начало всех начал. И в этой книге написана история не только грехопадения человеческого и разрыв с Богом. Ну, написано, как последствия пошли. Собственно говоря, знаете, есть такое место в Писании, что «отцы ваши ели горький виноград, а у детей оскомин на зубах». То в Писании очень четко говорит о том, что так было когда-то, так было в прошлом. Но теперь этого нет в настоящем. И так каждый даст отчет. Сын не отвечает за отца, отец не отвечает за сына. У нас очень модное учение. «У меня родовое проклятие». И прямо вот все, награждайте его, как меня наградил президент. Награждайте, как у Брежнева. Не было места на пиджаке, куда вешать. Я вам скажу, друзья мои, милые мои хорошие, вот этим-то гордиться не нужно. У моего отца было проклятие родовое. У бабушки с дедушкой. А у тебя его нет. Потому что там на кресте Бог совершил твое спасение. И там Он смертью, смерть поправ, тебе дал жизнь. И там ты сораспялся с Ним. И ты не сын проклятия, ты сын благословения, ты дочь благословения. Послушайте, прошлое прошло-ушло. Оно не может иметь власти над тобою. Я хочу, чтобы мы это четко понимали. Мы формируем настоящее будущее. И это в твоих руках, это в моих руках. И это будет писаться в этой книге, которая там уже написана. Но, извините, писаться будет все равно. Писаться будет то, что там уже написано. Потому что Он знал твою ревность. Он знал твое дерзновение. Узнал, что бы ни случилось, ты начинаешь славить Бога. Сначала тихо. Прерваешься, тебе больно. Ты в депрессухе. И ты, Господи, 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 я не знаю. И оно пошло, 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 пошло. Потом раз, дошло до престола благодати. И небеса открылись. И ты победитель. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Вы знаете, друзья мои, я очень благодарен моему Богу. Здесь написано. Четвертая глава Бытия. Вы эту историю знаете. Адам познал Еву. Она родила сына первого. Сказала, приобрела человека с помощью Господа. У нас написано в русской Библии, в синодальном переводе, от Господа. Ну, Каин не может родиться от Господа. Вы понимаете, да? Хотя и Адам не родился от Бога, он его сотворил. Ну, это другая тема. Это не хочу сейчас проповедовать. Она говорит, я приобрела человека с помощью методов, которые дал Бог. Так написано в оригинале. Он имел влечение к своей жене. Это целая история. Все знают, что такое влечение к жене? И к мужу. Слава Богу. Кто не знает, молитесь. Я имею в виду законной жене и законному мужу. Законной жене и законному мужу. Законное влечение. Не грязное, не похотливое. Вы не... Ну, понимаете, да, о чем я говорю, да? Слава Богу. Между прочим, там тоже есть своя печать. Посмотрите на мою руку. Кто видит печать? На руку пастора. Посмотрите. Все видите печать? Мы припечатаны обетованным Духом Святым, запечатлены в сердцах наших. И помните песни песней? Кто помнит песни песней? Положи меня, как печать, на сердце, как перстень, на руку, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Воды и воды сильные. Ничто не может потопить, потушить и залить. Слава Богу. Я очень благодарю Бога. У нас есть видимая печать, а вот у Каина была невидимая. Как нам кажется. Но и видимая одновременно. Давайте почитаем. Здесь написано, спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стадо своего, оттука их. И презрел Господь на Авеле, на дар его. А на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, поникло лицо его. И сказал Господь Каину. Вы знаете, что самое интересное, когда дар Авеля был угоден Господу, его жертва, Бог с ним вообще не разговаривал. Кому это нравится? Бог. Я тебе так служил. Бог. Ну, хоть слово скажи. А вы знаете, на самом деле здесь правда написано. Бог разговаривает в основном, оставляя девяносто девять праведников. И поворачиваясь к одному грешнику, который висит над пропастью, чуть-чуть и сорвется. Весь израненный, избитый жизнью. Он уже ненавидит саму жизнь. Он вообще никого ненавидит. Включая брата, включая папу, маму и Господа. И Бог идет к этому человеку совершенно не по нашей логике. Мы бы к святым и дивным. Смотришь, о, у того жертвенник. Женя, твой жертвенник просто к небесам, к небесам. Куда мне идти? Ну, конечно, к жениному жертвеннику погреться у этого блаженного, благословенного огня. А вот у того и у того, здесь этих людей нет в зале, конечно. Там их жертвы дым вот так по земле, в овражке забегают куда-то в преисподние места земли. Думаешь, боже мой, никогда не пойду туда. А Бог идет. А Бог идет. Оставляя 99. Он даже в этой главе ни разу с Авелем, во всяком случае, не написано, что он с ним говорил. Я знаю, что они как-то там в душе говорили. Но там публично. Написано, подходит Каин и говорит, Каин, то есть твой дар не поднялся, а Бог тебе говорит, как ты себя чувствуешь? У меня всегда вопрос, Бог, кончай издеваться. А ты, говорит, меня не надо, меня там как-то корить, стыдить. Я, у меня высокая самооценка, говорит Бог. Я не пью валидол, когда ты мне это говоришь. И кроволол тоже не пью, тем более сейчас в аптеке не купишь. Без рецепта. А рецепт один только, Бог. Вот здесь между прочим все выписано уже, друзья, на всякий случай напоминаю. Бог говорит, у меня высокая самооценка. Что ты мне говоришь? Каин, послушай, Бог ему говорит. Почему ты огорчился? Отчего паникало лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь лица. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Хочешь, что в книге было написано, он господствовал над ним? Или будет написано, он влек его, и он сдался ему? Господствуй. Вы знаете, когда у кого-то жертву Бог принял, а у тебя нет. Ты смотришь с ненавистью, какой-то, знаете, вот жаба такая у тебя. Как это так? Так я же. Я сейчас не буду говорить о мотивации, это как бы не эта тема сегодняшней проповеди. Я говорю о другом. Если это произошло, если это случилось, ты по какой-то причине чувствуешь твой дар Богом не принят. Твоя жертва не принята. И Бог начинает с тобой говорить. Он тебе дает шанс. Еще раз повторить свою жертву. Еще раз, независимо от Авеля, Евы, Адама и кого бы то ни было. Еще раз приступить к престолу Божьей благодати и принести свою истинную, настоящую, живую, прекрасную жертву, которая будет угодна Богу. Он говорит, подноси, почему ты не поднимаешь лица свое? Значит, грех лежит. Господствуй. Напиши у себя в сердце, господствуй. Скажи в сердце, господствуй, господствуй, господствуй. Неважно, какой грех лежит. Неважно, как он тебя влечет. Господствуй, господствуй, господствуй. И ты будешь победителем. Господствуй. Никогда не опускай руки. Никогда не опускай сердце свое. Господствуй. Никогда не опускай лицо, не опускай глаза. Господствуй. У тебя есть власть. Господствовать. Слава нашему Господу, друзья мои. Здесь написано. и сказал Каин Авелю, брату своему. В еврейском подлиннике написано. У нас как-то непонятно. Сказал брат Каину Авелю. Что сказал? Зачем сказал? А он сказал, как в России потом стало принято. Пойдем, выйдем, поговорим. Я знаю, что он сказал. Что Каин был русский. Ну, по сути, по духу. Пойдем, выйдем, поговорим. Разберемся с тобой. Авель пошел, вышел. Написано, Каин и Каин убил Авеля. Кто-то скажет, он не знал, что еще никто никого не убивал. Хотя под большим вопросом Бог уже сделал кожу надежды. Они уже кровь видели. Они уже видели, как погибает животное. Они все уже знают. Сказать, что он не знал. Ну, допустим, может быть, не знал, как погибают люди. Но послушайте, он просто убивает его. Он не хочет господствовать. И он убил его. И Господь сказал Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? Может быть, отойдет? И сказал Бог, что ты сделал? Давайте подумаем об этом сейчас. Что ты сделал? Я понимаю, это прошлое. Прошлое, которое Бог навсегда просил. Голос крови брата. Написано, взывает от земли умщение. Здесь написано, земля отвергла, проклят ты теперь от земли. Она отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать эту землю, которая открыла уста и приняла кровь, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Учи всех убийц. Неважно, ты убиваешь устами, ты убиваешь словами, ты убиваешь делами, ты убиваешь, разоряешь кого-то, ты подставляешь кого-то, ты физически что-то делаешь страшное. Учи всех скиталец и изгнанник на земле. «Пока не покаяться». Вы слышите, «пока не покаяться», а в памятной книге пишется, а Бог пишет. Послушайте, там написана возможность покаяния и возможность непокаяния. А дальше сказано. «И сказал Каин Господу». Заметьте, слово «каин», кто знает русское слово «раскаяние», «раскаевший»? Корень «каин». Каин не раскаялся. Совесть его была к этому моменту абсолютно, я бы сказал, почти прожженной. Он не раскаялся. Кто-нибудь называет своих детей? Каин, ты мой хороший, миленький. Каинов. Каин Иосифович, как твоя фамилия, да? Пересвет. Нет, он никогда такого не назовет, правда? И я не назову Каином. Я, в лучшем случае, Авелем, но буду наблюдать, чтобы Каины к нему не приблизились. Вы знаете, тоже так это, да? Но это не суеверие, это… Ну, такие мы люди. Здесь написано. «И Каин сказал Господу, наказание твое больше, нежели снести». Он еще даже не наказывал. Вы чувствуете, он еще не наказывал? Он говорит, земля развязывалась, приняла. Земля прорастет отмщение, так написано в Евангелии, в Евангелии от Матфея. Все произошло, и ты уже изгнанник. Ты все уже. Послушай, Каин, ты остаешься жив, ты скитались изгнанник. Это будет твоя участь, это будет твоя судьба. Но, он говорит, твое наказание для меня тяжелее, чем можно вынести. Вы знаете, когда Бог наказывает, Бог никогда не наказывает сверх меры, кто знает. Бог знает, что человек может вынести. Любое Божье наказание за наши какие-то, ну, скажем, несерьезные вещи, за небольшие глупости, которые мы делаем, о которых мы только что прочитали, экклезиасты, да? Вот за эти вещи иногда, вот потому что написано в Священописании, что любит всякого сына, который принимает. И наказание от Господа, это как в Драгоценной Еле, 18-й Псалом, написано, стекающий на бороду Горова, Аронова. Это вот на самом деле благодать Божия, суды его, слащий мед и много что другое. Слава нашему Господу. Но послушайте, друзья мои, он уже почувствовал, в момент, когда Бог сказал, ты будешь скитальцем и изгнанником, он почувствовал страшный груз, духовный. В его дух вошла депрессия. Он стал в состоянии изгнанника, в состоянии скитальца. А дальше стало происходить, вот ты изгоняешь меня теперь с лица земли, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником, скитальцем на земле. Всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Вы знаете, в Писании написано, так и не познал Каин Бога, написано, Давид пишет, куда уйду от лица твоего, от духа твоего, куда скроюсь. Пойду ли, помните, мы только что читали, в 138-м салон взойду ли, возьму крылья зари, ты там, ты там, ты там, ты там, в преисподней, ты там, на востоке, ты там, на севере, на западе, везде, ты. Господи, куда скроюсь? Никуда. А он говорит, я уйду. Каин, послушай, он тебя влечет. Он очень хочет, чтобы при твоей жизни слово стало, раскаялся. Он очень хочет, чтобы это слово стало, наконец. Но тебя влечет другое. Он ожесточился. Обида. Он говорит, всякий, кто меня встретит, убьет меня. И знаете, вдруг Бог делает то, многие бы из нас его точно убили, если бы жили в ветхозаветное время. Какое счастье, что мы живем при Новом Завете. Слава Богу. Слава Богу. Мужья, дорогие, не открывайте ус своих, чтобы жестко говорить своими женами. Вы убиваете их. Жены, не мстите тем же. Вы раздавливаете мужчин, их мужское мужество, опускаете до уровня кухонных разговоров. Не делайте никогда. Поднимайте друг друга. Поднимайте авторитет. Детей ваших, родителей ваших. Благословляйте, благословляйте, благотворите, милосердствуйте. Друзья мои, по-другому нельзя. Семья – это скрепа духовного нашего общества. Нельзя. Хочется, конечно, хочется. Но помните, что Каин так и не покаялся. Его книги потом будут написаны. Не пал смертью храбрых. Это Давид пел песню. Песню о павших сильных Израиля. Хотя это был Саул и Нафан. Но там написано – погиб навсегда. Я очень хочу, чтобы Бог сейчас помог нам господствовать над всякими грехами, которые тебя искушают извне, внутри тебя, которые влекут, тебя зовут. И ты говоришь – ну, я чуть-чуть здесь. А он говорит – небольшая глупость, уважаемого человека. Она просто его лишает всего. Уважаемое человека. Глупость маленькая. Послушайте, здесь написано. Сказал ему Господь. Зато всякому, кто убьет Каина. Вы знаете, кто знает сердце Бога? Кто знает Его величие, милости и благодати? Зато всякому, кто убьет Каина. Вот что здесь написано. Отмститься всемиро. Вот почему ученики спрашивают Иисуса Христа о том, сколько раз прощать брату согрешающему против тебя одним грехом в течение одного дня. До семи ли раз? Кто помнит это? До семи ли раз? Он сказал – до семижды семидесяти раз. Здесь было всего семь. Но семь – это число Божьей полноты, Божьей благодати и Божьей возможности. И смотрите, что здесь написано. «И сделал Господь Каину знамение». В оригинале написано «Поставил печать». Он сделал ему знамение. Знамение. И здесь написано, чтобы никто, встретившись с Ним, не убил Его. Мы говорим, у Него печать – проклятие Каина. Не торопитесь. Не торопитесь. Мы сами пишем свои книги, которые там у Господа при престолом благодати написаны. Будут открыты книги и каждый будет судим то, что делал, живя здесь, в теле. Послушайте, эти книги пишутся. Почему Он Его не убил сразу? Извините меня за это жестокое слово. Но это нрава Ветхого Завета. Убил – значит, подлежит смерти. Это закон Ветхого Завета. Почему Бог Ему являет милость? И что это за печать? Что это за знамение? Что это за знак на Его челе? И всякий, кто видит Его, Он в страхе уходит, чтобы не убить Его. Отмститься всемиро написано. Печать Каина – это не печать проклятия. Это печать милости и возможности раскаяться. Возможности покаяния. Бог дал Ему семь поколений, которые будут после Него до Ламеха, который сделает то, что сделает и напишет песнь. Если Каину отомститься всемиро, то Ламеху в 77 раз. Это ровно число поколений от Адама до Христа. 77 поколений, почитайте, Евангелие от Луки. Послушайте, это очень смысловые вещи. В 7 раз отомститься. Что это означает? Это означает, он поставил печать. Кто знает, что мы церковь Иисуса Христа святые и праведные? Написано, мы запечатлены от слова печать обетованным Духом Святым и тот, кто в нас, Он Божий, того, кто в мире, на нас стоит печать Божия. Это двойная печать, о которой написана 2 Тимофея 2 глава, по-моему, стих 17 или 19, написано, Господь знает своих и мы запечатаны Его печатью. Господь знает своих и доступит от неправды всякий, исповедующий имя, Господа. Там так написано. Послушайте, это печать. Это печать. Бог говорит, я даю тебе печать, Каин. Пока это печать милости, печать возможности, печать ожидания твоего раскаяния. Ну, если ты не раскаешься, ровно через 7 поколений это будет печать проклятия. Слушайте, я так благодарю Бога. Я благодарю Бога. Он нам дал возможность покаяния. Он нам дал возможность прийти к Его престолу. Он нам дал возможность чистоты святости он вычеркивает забывает мое прошлое он бросает пучину и он никогда не достает оттуда никогда не достает оттуда потому что он бог могуществом и запечатлены на нас тоже есть печать и дьявол знает отвечать никто не мог его убить никто не мог убить каина почему написано касающийся вас касается зеницы ока кого божьего божьего касается печать у тебя есть печать у тебя есть печать милости божьи очи видели твой зародыш и он писал это великое дерзновение позже дерзновение служить богу сильно могущество быть радикальным боге в рамках евангелия вы понимаете не в радикальном понимании этого мира а в рамках евангелия в рамках святого писания это право нашего иисусе христе он нам дал через голгофу через крест через его жертву на кресте он нам дал это право слава нашему господу значит на самом деле печати много в этом мире кто видел радугу когда-нибудь радугу видели кто знает что это печать кто видел ее вообще мы только верхнюю часть видим а нижняя на земле кто знает никак не думали в этом у тебя больше никогда не залью этот мир водой как бы человеке не грешили и по-прежнему у людей которые здесь на земле будет во все дни сияние жатва холод и зной лето и зима день и ночь не прекратятся не прекратятся я знаю господь говорит в 8 главе два последних стиха что от юности помышление сердца человеческого зло я знаю я не буду тем тем не менее наказывать и поражать не буду всех живущих как я сделал в новом потопе кому важно это все слышать что я говорю сейчас я очень хочу чтобы наше сердце посмотрела по-другому на свою собственную жизнь мы формируем свою жизнь искал но бог там уже все эти погибают эти спасаются этих вот туда этих сюда эти в обители эти подобители это под подобители а это там между небом землей зависли глупость все это глупость вот здесь написано истина в боге ты пишешь ту книгу его которую престола его ты скажешь но там уже все записано до записано твоя ревность твои усилия твое повязание твое дерзновение там все записано там все записано и как ты лежал на печи и когда я ничего не хочу все конец не умираю больно мне тяжко мне слушайте там все записано и когда ты вставал в кiums и каждый падал когда ты бежал как обстановал и куда-то побеждал там все записано когда ты брал духовный меч и когда ты подал о другом мяча и как ты исцелялся вставал там все записано там все записано будь дерзновением сегодня пред господа не опускай своих рук достигать совершенствует иди наступать впереди велики благословения обетование, друзья мои. Слава нашему Господу! У Бога есть печать на тебе и на мне. Господь знает, твердое основание Божие стоит. Имея печать свою, познал Господь своих на одной стороне и доступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. Слушайте, у нас с двух сторон написано все. Какую сторону показать себе и Богу? Конечно, мы все вдохновляемся, Господь меня знает. Господь знает своих. Я его. О, Боже, какая благодать! А он говорит, поверни еще в другую сторону. Да отступит от неправды всякие. Бог, как трудно от неправды. Ну, хоть чуть-чуть, Господи. Ну, немножко, Бог. Ну, так, самой малость. Ну, что тебе, жалко, что ли, Господь? Господи, ну, понимаешь, Господь, ну, небольшая глупость у меня есть. Бог говорит, небольшая глупость, читай, экклезиаста. Там все написано. Он говорит, слава Богу, что, Бог, слава Богу, что небольшая. Бог говорит, слава-то Богу, только гордыня тебя распирает. А ты небольшой. А если большая будет вообще, тебя унесет. Вы знаете, друзья мои, я верю в Божью печать, которая... Печать – это Божья возможность в моей жизни. Положи меня, как печать, на руку твою, на сердце. Господи, Боже, я прошу тебя. Знаете, помните одну интересную историю с Даниилом? Книга пророка Даниила, 6 глава, там 17 стих ключевой, там написано, что, когда Даниил продолжал молиться, люди, которые ему завидовали, вельможи и прочее, они договорились с царем всех-сяких, кто будет открывать окна и молиться, на восток три раза в день, он будет брошен в ров львины. Кто помнит эту историю? Такая интересная история. И Даниил продолжал молиться, он продолжал, он господствовал. Понимаете, он господствовал. Он был премьер-министром при нескольких царях. Он господствовал. Они уходили, приходили, уходили, приходили, а он господствовал. Знаете, почему? Потому что в нем был высокий дух. Потому что в этом высоком духе он знал высокого Бога. И он говорит, я господствую. Они говорят, слушай, маленький грешок тебе предлагает, маленькую глупость, ну сделай, пожалуйста. Ну, Тимон, не надо молиться публично. Ну, закрой окно и молись. Ну, что ты открываешь, как обычно. Он говорит, открывал. И будут открывать. В общем, они его предают. Царь говорит, Даниил, ну как же так, Даниил? Ну, может быть, ты же раб Божий. Ну, может быть, Господь тебя сохранит. Кто помнит эту историю? Даниил, пожалуйста. В общем, бросают, открывают этот камень. Туда кидают Даниила. Он летит к львам. В это время ставится камень. Печать царская и печать вельмож. Кто помнит? И царь не может спать эту ночь. Он не ест эту ночь. Он думает о Боге Даниила. Иногда Бог помещает нас и ставит печать. Знаете, с какой целью? Чтобы кто-то из великих думал о твоем Боге. А я знаю, что там произошло, когда летит туда. А львов не кормили. Но когда Даниил, извините, падал туда, у него вдруг оказалось где-то, как вот семь рыбок, там и хлебов, там все такое. Несколько кусков хорошего, сочного мяса. Ну, я так думаю, они же львы. Я же не думаю, что львы сразу так встали, если стоят голодные. Он им что-то должен был дать. Вместо своей плоти. Но что-то Бог им там дал, я знаю. Либо Бог, либо Даниил. Это уже не принципиально. Но они лежали вместе. И утром царь приходит рано и говорит, Даниил, рак Бога Всевышнего, сохранил ли тебя Бог? Да, царь, сохранил. Львы были очень вкусны, царь. Все хорошо. О, Бог Даниила! Слушайте, Бог иногда запечатывает наши обстоятельства. Кто знает об этом? И ты говоришь, Боже мой, здесь лев, здесь львица, здесь тигр. Бог куда-то меня поместил. Он говорит, нормально поместил. И еще запечатаю. Чтобы ты знал. На тебе моя печать. И никакое обстоятельство. Не способны эту печать снять. Печати Каина снимай. Не ходи с печатью Каина. На тебе печать Божия. Снимай. Ты можешь быть со львами где угодно. Это не принципиально. Это не важно. Вы знаете, в Откровении написано, что в 20 главе стих 3, что Бог наложит печать на сатану на малое время, на тысячу лет. На один день всего у Бога. Тысячу лет как один день. Наложит печать, потом выпустит его. Знаете, сатана ничего не может сделать. Бог его припечатал, он там сидит, ничего не может. Через тысячу это впускает. Он немножко помучает святых. И потом будет брошен в озеро, горящее огнем и серый. Кто знает? Об этом написано в этой главе. Потом Бог перед этим снимает 7 печати. Кто помнит? У Бога все. Он говорит, Даниил, запиши. Иоанн, запиши. Вот это запиши. А вот это сокрой. Запечатай. Сокрой. До времени, времен и полувремени. Кто помнит это? Послушайте. Бог снимает печати. Бог высвобождает свою силу. Мы живем во время, когда Бог снимает новые печати, высвобождает свою силу. И этот инструмент, этой божественной силы, его церковь. Слава нашему Господу. Вы знаете, у Авраама была тоже печать. Она называлась печатьем праведности. У Авраама, который отец всех верующих, кто знает? Кто знает эту печать? Она называется обрезание. Кровь ангельца была печатью. На 10-й казни увижу кровь, пройду мимо. И кровь креста – это печать. Кто знает об этом? Вообще много-много-много-много-много печати. Печать апостольства была у апостола Павла. И он сказал, эта печать – вы в Господе. Кто помнит? Печать там написана «Вы в Господе». Поднимите руку, от кого хоть покаялся один человек. Брат, вы апостол, сестра тоже. На вашей печати написано «Вы в Господе». Слава Господу. Вот почему мы благовествуем. Вот почему мы не умолкаем. Вот почему мы свеятельствуем. Вот почему мы побеждаем. Вот почему мы влечем людей ко Христу. Вот почему мы это делаем. Слава нашему Господу. А кто помнит один безумный случай совершенно, вообще безумный случай просто. У меня есть еще хоть пять минут? Десять, спасибо. Иремия, 32 глава, с 6 по 44 стих. Читать не надо, почитайте дома. Это долго читать. Иремия много писал. То плакал, то вопил, то говорит, не буду больше говорить о нем. Но огонь, который был в костях. Слышите? Он говорит, я боролся, но ты влек меня, это сильнее меня. И вот перед тем, как неприятельские войска вошли в Израиль. И взяли в плен весь народ. И разрушили города. Иремия делает один безумный шаг. Который невозможно объяснить людям мира сего. Он говорит, я хочу купить одну землю. Я хочу пригласить свидетелей, кто помнит. Я хочу сделать сделку. Все говорят, ты сумасшедший. Смотри, войска неприятельские уже окружили наши города. Кто кому нужна твоя ненужная бумажка? Он говорит, я хочу не просто купить, я хочу заплатить деньги за эту землю. Кто знает, как эта земля называется сегодня? Гора моря, где находится Голгофа. Я хочу купить ее. И эта купча будет гарантией того, что однажды мой народ вернется из плена. Слушайте, кто-нибудь, может быть, нашел эту купчу? Может быть, она уже давно истлела. Ни в одном музее мира, ни в одних раскопках ее пока не обнаружили. Может быть, ее где-нибудь обнаружат. Но в середине 20 века встали самые сильные государства. Франция, Англия, США, СССР. И сказали, мы восстанавливаем Израиль. Потому что та печать была поставлена. Послушайте, цена была заплачена. Мы восстанавливаем. Это против всякой логики. Это не подчинено ничему. Потому что когда-то Иеремия купил эту купчу, эту купчу оформил и поставил печать. И неважно, кто знал об этом еще. Нашли документ, не нашли. Бог, люди забыли, но Бог засвидетельствовал. Послушайте, и пусть тебя и меня не волнует то, что забывают люди. Тебя могут забыть, дело твое забыть, но Бог, Он помнит твое дело. Послушайте, слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Однажды Бог в Англии Танна, 3 глава, стих 33, положил печать на Сыне Своем. Знаете, я скажу больше. И после того, как Он положил печать на Сыне Своем, никто не мог Ему ничего сделать. До Голгофы. И там Он молился и сказал, вспомните, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? И в Гессиманском саду Он рыдал и плакал. И капли пота были, как капли крови. Бог на время снимает, чтобы увидеть твою верность, твою святость, твою праведность, чтобы сказать, дьявол, ты видишь, у Иова была эта печать. И дьявол постоянно приходил к Богу, приходил к Богу, приходил к Богу. Господь говорит, как там все дела на земле? Он говорит, как обычно, все грешат, кроме одного. Как ты знаешь, дьявол, что он не грешит? А что тут знать? Ты его окружил, я вообще приступиться к нему не могу. Но вот если бы ты отошел, в оригинале написано, снял свою печать, он говорит, хорошо, только души не трогай. Послушайте внимательно. Бог никогда не снимет печать с тебя полностью. Но чтобы постыдить дьявола, я хочу, чтобы он знал, чтобы постыдить дьявола, Бог иногда допускает такую ситуацию, что тебе кажется, что Бог от тебя отступил. Тебе кажется. Но послушайте, в Писании написано, чтобы нам с тобой ничего не казалось, есть такая пословица в России, кажется, перекрестись, чтобы тебе ничего не казалось, написано в римлянном, в пятой главе написано, мы оправдавшись верой. Ибо если преступлением одного, смерть царствовала, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее, обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, посредством одного Господа нашего, Иисуса Христа. Послушайте, ничто, никто не устоит против человека, обреченного Божьей печатью. И даже если Бог на время снимает, и весь ад, и все ангелы дьявола набрасываются на этого человека, Божьего помазанника, кто бы он ни был, великий, знатный, незнатный, неизвестный, простая бабушка, сестричка, которая только пришла в церковь, которая еще вообще ничего не знает. Если даже вот это происходит, помни, помни, пожалуйста, Бог никогда не допустит сверхмеры, если Бог допускает, чтобы потом все увидели высочайший свет. Потому что написано, Иисус сказал, не радуйтесь, что бесы повинуются, больные исцеляются, радуйтесь тому, что ваши имена записаны, мы книги, мы с книги начинали с вами, правильно, да? Записаны в книге жизни. Еще не было ни одного дня. Ты еще был в утробе материнской. Он знал, что будет день, когда ты будешь находиться в церкви. Он знал, что ты однажды выйдешь к алтарю. Что происходит на алтаре? Кто видел, что происходит перед алтарем, когда люди выходят на покаяние? Кто видел, где что, гром, молнии сверкают? Здесь, наверное, силы небесные открываются. Нет, человек совершает простую молитву, покаяния. Прости меня, Господи, неумени мои грехи. Боже, я верую в Тебя, как в Господа, спаситель моей души. Ты Иисус. И происходит незримое чудо, печать Божья. И человек от алтаря уходит другим. Слышите? Он уходит другим. Мы не знаем, что происходит, когда мы приходим к святому причастию. Мы берем хлеб, мы берем вино, или сок виноградной лозы, неважно, мы берем, послушайте, это сок остается, это хлеб остается, но ты вкушаешь, принимаешь, и там реальное присутствие живого Бога. И что происходит там в душе? Написано, если едите тело мое, пьете кровь, вы имеете общение со мной, как я в Отце, так вы во мне. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. На каждом из нас печать. Если ты еще с каинной печати, с силой Иисуса. Скажи, Иисус, возьми ее. У меня есть эта возможность. Каин не воспользовался, а я воспользуюсь сегодня. Я признаю тебя моим Господом и Спасителем. Бог, и на мне твоя печать. Аминь. И не бойся, когда сестра тебе говорит, имеет свою дьяволку, ну брось камушек в гуся. Ну брось в бабушкину любимом гуся. И ты однажды это сделал. И ты ходишь, прячешься от Бога. Прячешься от Бога. Прячешься, он ждет. Он ждет. Он видит, где ты прячешься, как ты прячешься, что ты при этом-то делаешь. Он ждет. И вот однажды приходишь к нему и говоришь, Бог, вот я и вот гусь. Бог говорит, гусь, забудь его. Ты мне нужен. Ты мне нужен. Ты мой ученик, ты мое дитя. Ты чист. Я очищаю тебя, я прощаю тебя. Иди, и приятнее греши, и свершай мою работу. Аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. Аллилуйя, Господь, славлю тебя и благодарю тебя вместе с моими драгоценными братьями и сестрами на этом месте. Я благодарен тебе, что ты вчера, сегодня и во веки тот же. И ты не изменился в своей милости. Ты тот же, Господь. Я прошу тебя, коснись сейчас каждого. Господи, какие бы ни были наши проблемы, и грехи, Господи, багрянами убели, как снег. Коснись сейчас, если кто-то еще с печатью Каина. Я молю тебя, чтобы сейчас была возможность раскаяться и снять эту печать. Эта печать возможностей, чтобы она не превратилась в печать Божия, которая уже ничего не изменит. Печать проклятия. Я молю тебя, Господь, каждый из нас запечатлен обетованным Духом Святым. Мы носители Твоего света. Мы письмо, читаем мы всеми человеками. Мы свет Твой. Мы свеча, которую ставят, чтобы она светила всем. Я молю тебя, Господь, прикоснись к каждому. Благослови моих братьев и сестер. Господи, благослови пастыря, его команду, служителей, Господи, сослужителей Евангелия. Молю тебя, Твое благословение, Господи, да пребудет. И в окончании этого года, когда мы готовимся к празднованию Рождества Твоего, Господи, чтобы было радостным, торжественным, Господи, и как подарок Тебе, Господи, пусть будут те, кто примет Тебя, как Господы Спасителя, кто покается, вернутся к Тебе, раскаются, чтобы обрести печать Божью в своем сердце, в своем духе, в своем разуме. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сергей Васильевич, не уходите еще. Вы знаете, я сегодня, у нас седьмой день, я в посте сегодня, и то, что вы сегодня говорили, я вам так скажу, вы сегодня мне проповедовали. Наверное, еще. Я себе тоже проповедовал всем. Я очень люблю вашего пастора. Но, Сергей Васильевич, вы знаете, я не знаю, может быть, кто-то из вас не до конца понял, что он сегодня говорил, но у меня, кажется, нельзя так говорить, что у меня сожаление, что следующее воскресенье Рождество, но потому что Бог дал мне одно слово за эти семь дней, которое, скажу так, было глубоким, но не дописанным. И сегодня Бог его дописал. Аминь. Благодарю Богу. Я буду проповедовать, возможно, об этом тогда через воскресенье, но я хочу, чтобы вы поняли, что я услышал. Я хочу, чтобы вы сейчас за нас помолились. За родыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одной из них, ни одного из них еще не было. предопределение ерунда. Но то, что вы сказали в конце о печати, иногда, наверное, каждый из нас склонен, как вы сказали, я дословно процитирую, чувствовать, что как будто бы Бог или убрал эту печать, или, я думаю, вам это особо тоже знакомо, может быть, как-то он ошибся с этой печатью, но, может быть, не того отпечатал. или да, вот, и погорячился с печатью. Возможно, тогда, когда он писал эти дни мои, для меня особо назначенные, о которых он мне когда-то говорил, может быть, они не были запечатлены его рукой. Может быть, это шутка была. А может быть, своим вчерашним проступком или сомнением я перечеркнул его печать. Может быть, я настолько могущественный, что смог отменить печать Бога. И здесь, то, что вы говорите, речь не о предопределении, речь о печати. Речь о том, что если Бог запечатал, только я вправе отказаться от этой печати. Как сделал Каин. Он отказался от печати милости Бога. Он мог не становиться отцом проклятия. Но он настолько поверил в свою отверженность, он настолько поверил в те чувства, которые он, те плохие чувства, которые он испытывал на момент разговора с Богом, что он подумал, что она не будет работать. Хотя я уверен, что тысячи людей потом встречались с ним. И они не убивали его. Они миловали его. Потому что даже эти люди тоже в проклятии. Потому что после Адама пошло проклятие. Они, даже неверующие люди, видели на Нем печать Бога. Получается, когда я сомневаюсь в том, что печать Бога, которую я запечатлен Иисусом Христом, те Его слова, обетования, обещания, мечты, которые Он в меня вложил, Наверное, я получил их в агонии 90-х. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда я лежал на сцене и дрогал ногами, да? Вот, я получил еще их как-то. Может быть, я их вообще не получал, и мне показалось, что это есть печать на мне. Но на каждом из нас, те, кто именуется Его именем, есть Его печать. Я на время оставил тебя и убрал лицо свое от тебя. Но вечной милостью я принял решение, вечной милостью тебя подъема. Да, Бог может допустить, что я могу почувствовать, что печать не работает. Но, друзья, никогда в жизни нельзя засомневаться или позволить себе сомневаться, что Бог отменил вечный приговор благословения на нашу жизнь. Спасибо. Через пару недель наступит 2013 год. Я думаю, будет классный год. И почему я хочу, о чем я хочу, чтобы сейчас, Сергей Васильевич, просить вас, чтобы вы молились. Эти, как вы сказали, мертвые мухи, они хотят залететь в 2013 год. разочарование 12-го, удары 12-го, боли 12-го. Я верю, Бог творит время, и Он дарит нам 13-й год. Но, если в 12-м году кто-то из нас мы чувствовали или сомневались, что может быть не такой я и большой судьбы человек, а может быть не такой уж и великая та земля обетованная, о которой мне Бог говорил, потому что в 12-м, до 12-го я видел, что в ней большой виноград, а вот в 12-м я и исполинов там заметил. И теперь я стою и просто не знаю, с чем ходить в 13-й. Я испугался. Я испугался этих исполинов. и испугался боли, которые мне причинили в 12-м. Каким будет 13-й? И вы сегодня сказали, и Бог через вас сегодня подтвердил мне, 13-й будет потрясающий год. И выходя из 12-го, мы должны отрясти прах 12-го, чтобы поспадали все эти мухи с наших подошв и просто были готовы принимать все благословения Божьей печати, которую мы запечатлены, в которой возможно нас поколебали, а мы не поколеблемся. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас за наш 13-й год. Пускай Божье благословение, благословение нашего епископа, оно будет на нас в этом 2013-м году. Я верю в это благословение. Я верю в отцовские благословения. Я верю, что если Бог это показал через вас, а вы являетесь отцом тысяч церквей, тысячи, по крайней мере, церквей, я хочу, чтобы эта отцовская благодать, которая уже даже высвобождена была через ваше слово, пускай вашей молитвой запишет церквей. В 13-м году, несмотря на цифру 13, нам предстоит встать на сторону правых, а не на сторону левых. Нам предстоит быть вместе с Иисусом Навиным и с Халевым, которые сказали, а мы победим этих исполинов. И я знаю, я не стал сегодня касаться некого общественно-политического аспекта своей проповеди, но я хочу сказать, что этот год показал, что наша страна, наше общество, наш народ, наши правители, они нуждаются в той духовной силе. Ведь президент не назвал эту силу, он сказал, духовные скрепы нам нужны, духовные силы, которые скрепят наш народ для Христа. Я считаю, что это уникальное будет время, это удивительное будет время, это время уникальных возможностей, и за этим стоит авторитет Бога. И то, что в этом году было разрушено, Бог будет восстанавливать. И там, кто думал в гордыне, они унижены, кто не думал и смирялся, и молился, они будут возвышены. Господь милосердный, я благословляю церковь твою, пастырей, сопастырей, я благословляю тех, кто, Господи, стоит здесь в алтаре, я благословляю тех молитвенников, которые есть, я благословляю каждое служение, которое есть в церкви, я благословляю домашние группы, реабилитацию, многое другое, социальное служение, я благословляю именем Господа Иисуса Христа, и пусть помазание силы, помазание дерзновения, помазание власти сойдет на жаждущее, на ищущее, и благослови брата моего, Господь, в его служение, и пусть на нем будет эта сила Твоя, и еще дальше на каждого служителя в церкви этой, Господь, помазание, откровение, печать Твоя, Господь, аллилуйя, славлю Тебя и благодарю, и пусть, Господи, то помазание, которое Ты дал мне, Боже, за годы служения моего в глубоком смирении и сокрушении моего сердца, я прошу Тебя, пусть изливается на моих драгоценных служителей, и сослужителей, за пастыри, Боже, Твое помазание, это печать, это великая радуга, что есть милость на небесах и на земле в наших сердцах, аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, Господь, я благословляю эту церковь, я благословляю, Господи, мужчин и женщин, сынов и дочерей Твоего Царства, благословляю, Господи, аллилуйя, сестер и братьев, помазание, 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 пусть еще могущественно, не мерой давай, ибо Твоя мера переполнена всегда, утрясенная, а эта мера избытка в Боге, благословляю и благодарю Тебя, Господь, за эту церковь, во имя Иисуса Христа, слава и честь, хвала Тебе и поклонение, Отец и Святой Дух, аминь, аминь, слава Богу. Спасибо, Сергей Васильевич. Дайте еще аплодисменты большие. Субтитры создавал DimaTorzok